Правительство России готовит законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах. По плану начать действовать они должны в феврале следующего года. В Коми, напомним, уже как две недели действуют QR-коды, правда обошлось без столь радикальных мер. Жизненно важные объекты и транспорт пока не затронуты. А значит в феврале нас ждет новая реальность. С каким настроением ее ждут общественники и представители бизнеса, расскажет Анна Зубрева. 1 февраля 2022 года, похоже, наша жизнь поделится на до и после. По факту мало куда можно будет попасть без заветного QR-кода. Как сделать так, чтобы новая система не осложняла будни? Разбирались сегодня на площадке Государственного Совета Республики. Бизнесмены, которые уже две недели живут в новых реалиях, признались, сложно, но ситуацию понимают и меры поддерживают. Первую неделю было тяжело, конечно. Спад был значительный. Но это в любом случае начало процесса. Мы успокоились и во вторую неделю мы уже ощутили некий прирост. Поэтому мы тоже настроены на то, чтобы данная система вводилась и чтобы наконец-то мы смогли все спокойно работать. От бизнеса прозвучало предложение давать QR-коды тем, кто переболел бессимптомно или не обращался за медицинской помощью. У них ведь тоже есть антитела. Потери ощутили также в драмтеатре. Примерно на 30% зрителей стало меньше. Но тут стоит отметить, театральный зритель – человек ответственный. А потому вспышек ковида в учреждении не было ни разу. Наверное, тот, кто чувствует себя плохо с температурой, кашляет, он все-таки в театр не идет. И даже весь период, если рассмотреть, слава богу, у нас не было каких-то таких явных поводов для опасений, что вот где-то как-то пришли больные, где-то как-то вспышка проявилась и так далее. Все-таки театральный зритель отличается. Эпидемиологи говорят, новый законопроект в любом случае за бизнес. Для которого новый закон – возможность работать, для жителей – гарантия безопасности. Введение QR-кодов – всего лишь мера контроля. Сейчас нам нужно равняться на те страны, где вакцинация идет благополучно. Большинство европейских стран показывают цифры вакцинации 70, 80 и даже 90% населения. Да, больницы не освобождены от заболеваемости, но пустые реанимации. Это подтверждает, вакцина работает. А у нас пока темпы иммунизации не столь хороши, как врачам хотелось бы. Поэтому большинство регионов России сегодня уже живут с QR-кодами. Все, конечно, их ввели по-разному. На разный период, для разных категорий объектов, новый законопроект предлагает ввести единообразие на всей территории страны. Некоторые общественники предлагают властям быть еще жестче на вопросах вакцинации. Те люди, которые отказываются вакцинироваться, а это именно те, которые отказываются и от QR-кодов, хотя они говорят, что это не так, они должны платить за свое лечение от ковида. И это будет элементарная социальная справедливость, которую сейчас вас, власти, требуют. Хотите по справедливости? Так давайте действительно уже по справедливости. QR-коды, как средство контроля, простые, естественные и удобные. Для понимания, лечение от новой коронавирусной инфекции в стационаре обходится государству от 100 до 300 тысяч рублей. И это только за одного человека. Ковид – причина того, что сегодня с перегрузкой работает система здравоохранения. Врачи даже высказывают опасения, если так пойдет дальше, плановая медицинская помощь в республике Скоробовсе будет парализована из-за отсутствия кадров. Сложности уже ощутили на себе инвалиды. Они элементарно не могут попасть к специалисту, чтобы получить медотвод. Наступил очень непростой период в нашей жизни, потому что получить медотвод практически невозможно. Сегодня попасть в медицинские учреждения для нашей категории, когда все практически завязано только на ковиде, пройти вот это вот обследование – это все не так просто. Люди с ограниченными возможностями здоровья боятся, что будут вынуждены оказаться в четырех стенах. А значит, необходимо обратить внимание и на эту категорию граждан, принимая законопроект, главная цель которого – сдержать распространение коварной инфекции. Согласитесь, все уже устали от бесконечных ограничений, проверок, наказаний, а главное – потерь. Анна Зубарева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.